Музей Одинцовского городского округа В залах этого экспоната нам расскажет лектор-экскурсовод Марина Шитикова. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Мы находимся в здании конца XIX века. Всего в Одинцово у нас существует четыре здания конца XIX – начала XX века. Первое здание – это Гребневская церковь. Построена она в 1801 году графиней Зубовой. Изначально церковь была деревянная, потом уже, собственно, графиня перестроила ее в том виде, в котором мы ее видим. Второе здание – это гостиница купца Сырокаумова. Только часть здания является исторической. Третье здание – это, конечно же, то, где мы находимся. Это контора купца Евгунчика. Вы ни в коем случае не путайте с жилым помещением. Здесь он приезжал, работал. По современному языку можно сказать именно, что здесь был его рабочий офис. И четвертое здание – это станция Одинцова. Построили ее в 1900 году архитектор Кекушев. Одинцово богато очень глиной и песком. Отсюда, собственно, производство кирпича. Что касаемо нашего города Одинцово, здесь было очень много кирпичных заводов. Один из крупнейших заводов – это был, конечно же, Василий Иванович Якунчиков, который появился здесь в 1866 году. И, собственно, то здание, которое досталось ему кирпичного завода, он реконструировал. На его заводе производилось очень много кирпича разных видов. Собственно, это были кирпичи для обжига, для облицовки, для строительства. Многие здания, которые находятся, располагаются в Москве, они были построены из кирпича Василия Ивановича Якунчикова. Он очень пользовался большим спросом у населения, у дворян, да, потому что у Василия Ивановича очень было хорошее качество. И кирпич его стоил очень дорого. Даже вот мы исследовали у нас в Одинцово, поскольку кирпич был безумно дорогим, и, собственно, гостиница Купца Сорокаумова, что удивительно, да, заводы были, находились рядом. И вот именно гостиница, эта музыкальная школа была построена не из кирпича Василия Ивановича Якунчикова, а из остатков кирпича Баранессы Майндорф. То есть там вот стоят клейма, и можно это посмотреть. Значит, что касаемо данного здания. Данное здание построено в псевдорусском стиле. Он был очень популярен при Александре Третьем, потому что царю-батюшке очень нравилось все русское и искомое, вот именно родное. Это было им очень близко. А вы же понимаете, да, что нравится царю, то и, собственно, повторяет весь двор, да. Когда пришла революция, да, когда царь отрекся от престола в 1917 год, с заводами происходят изменения. Завод Якунчикова переименовывается в завод номер шесть. Завод раньше работал сезонно. То есть в мае-октябрь, соответственно, было большее количество людей, чем в зимний период около тысячи человек. В 1935 году к заводу подключают электричество. Завод начинает работать уже в полную силу. И, собственно, производство кирпича увеличивается. Ну, соответственно, мы немножко, точнее, ближе подходим к Великой Отечественной войне. Ну, собственно, как и все заводы, вы знаете наверняка, то, что все заводы были в Великой Отечественной войне перепрофилированы. И, собственно, данный завод не избежал иного. На нем производились мины для обороны Москвы. То есть это противотанковые мины. И в 1943 году завод заканчивает свое существование. По какой причине, мы не знаем. То есть у нас вот можно посмотреть в витринах картины, фотографии, где, собственно, изображен завод, который работал до 1943 года. Вот. Долгое время он оставался заводом Якунчиковой. Как я сказала уже позже, это был завод номер шесть. Марин, здесь мы находимся, вы говорите, был непосредственно офис. Что здесь, какие вопросы решались, как он функционировал? В основном Василий Иванович жил в Москве. Также у него было загородное имение в Веденском. Сюда он приезжал и именно работал, распоряжался кирпичом и прочее, прочее, прочее. Данное здание именно было рабочее. То есть здесь работали люди. Вели, наверное, бухгалтерию какие-то. Бухгалтерию, да, они, собственно, вели. И где именно располагалось сам кабинет Василия Ивановича Якунчикова, мы не знаем, потому что не сохранилось ни документов, нет каких-то вот архивных данных. То есть, собственно, нам досталось здание, да, и уже чуть позже его реконструировали. То есть вот всякие перекрытия, они гипсокартоновые, поэтому... То есть оно раньше было немного другим. Да, конечно, было другим, но, к сожалению, никаких нет ни фотографий, потому что считалось, это не усадьба, это не дворец, зачем фотографировать, а обычная рабочая контора, ну, собственно, и все. Само здание построено по европейскому типу. Внизу стояла печь, стены у нас широкие, и, собственно, там в стенах трубы, да, и внизу топится печь, и идет отопление. Это, собственно, европейская постройка здания. Дальше в данном здании, уже после революции, это здание было общежитием. То есть, представляете, у нас до сих пор встречаются люди, вот недавно приходил мужчина, вот он говорил, вот я тут жил, здесь была моя комната. То есть вот даже, можно сказать, до наших дней, до 80-е годы, сохранилось то, что здесь кто-то вот жил и... То есть здесь просто жили люди, как общежитие, общежитие, да, да, да. И потом, уже позже, да, здесь появляются конторы, а именно это финансовые конторы, наверху происходит библиотека, располагается. И уже в 89-м году, благодаря нашему первому директору музея, это Александру Андреевичу Пузатькову, 1 сентября 1989 года, здесь уже образуется музей. Ну, и, соответственно, потом происходит большая реконструкция, и музей, вы видите, в том виде, в котором он, собственно, есть. Марин, спасибо вам огромное за такой интересный рассказ, мы желаем вашему музею просветания, чтобы людей приходило все больше и больше, экспонаты постоянно пополнялись. Спасибо вам большое. Ну, а мы прощаемся с вами, увидимся в следующих передачах о музеях Одинцовского городского округа. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok